Алло, Анна Анатольевна? Да. Здравствуйте, меня зовут Алексей Юрьевич, фамилия моя Столеренко, компания Макромонеза, отдел изыскания. 14-й день договора на просрочке, общий долг 44 613 рублей 33 копееки. Что с оплатой вас? Ну, я бы вам порекомендовала обратиться в суд. А, вы нам будете еще рекомендовать? Да-да. А вот все-таки стоит соблюдать условия договора, которые вы заключили из компании? Нет, я рекомендую обратиться в суд. Отказ вам фиксирую. Документы передаю на выездное взыскание коллекторскому агентству. Работу с вашим клубами. Основание 930 федерального закона. Передавай документы. До свидания. Ну, давай, давай. Уголка. Алло. Да. Здравствуйте, Анна Анатольевна. Приветусики. Что? Приветусики. Организация ООО «МКК Арифметика» в сеть магазинов «Росита». Меня зовут Мостовыха Ирина Сергеевна. Наш с вами разговор. Сеть магазинов «Трусиха»? Вы решаетесь. Анна Анатольевна «Росита». А, Росита. Вы нарушаете срок платежа на протяжении 19 дней. Сумма вашей задолженности 6295 рублей. Кредитор вам выставляет требования оплатить до 20 сентября. Оплата от вас поступает? Нет. И не надо так со мной разговаривать. А судите сначала себя самого. Научитесь искусству такому. Анна Анатольевна с вами нормально. А уж после судите врага своего и соседа по шару земному. Научитесь сначала себе самому. Не прощать ни единой промашки. А уж после кричите врагу своему, Что он враг и грехи его тяжкие. Не в другом, а в себе побеждайте врага. А когда преуспеете в этом, Не придется уж больше валять дурака. Вот и станете вы человеком. Прекратите заниматься ненужной работой. Бессовестные. Да. Добрый день. Да, да, да. Вам 18 лет есть? Есть. У меня же 19 лет. Он поступил в звонок от коллектовского агентства. Ди коллег. Меня зовут Абдуль Ленар Шамиль. И ведь он запись телефона. Мне доварить надо вы? А что-то старым с первой секунды начало ко мне клеиться. Зачем? Да, от вашего рождения. Назовите пленчификацию. Ты такой шалун. Сначала, говорит, вам 18. Теперь дату рождения. Ага. Дальше что тебя заинтересует? Мой рос, вес. Дату рождения назовите? Свет волос, может быть? Дату рождения назовите? Я уже такая взрослая. Мне 19. Как разговор подготовить? Чем еще будут поступать? Какой ты прям тихо? Алло? Да. Анна Анатольевна, здравствуйте. Ну, говорите, говорите, что хотите. Вы Анна Анатольевна? Да. Ага. Организация ООО «Обах России» и сеть магазинов из Палика. Меня зовут Назов. Ты из бункера-то выйдешь? У тебя такая слышимость, как будто ты сидишь в бункере. Ну, во-первых, на ты мы с вами не переходили. Ну, она выйдет, от меня не дождемся. Соблюдайте. Субординацию? Да. Да. А вы... Ну ладно, давай, будешь тогда мне подчиняться, раз ты про субординацию заговоришь. Да, давайте вы мне тогда будете подчиняться и оплату производить свое время. Ну, ты будешь мечтать об этом, а я тебя буду сейчас строить. Жень, ну успокойтесь, хорошо. А в реальности. Вы оплату лучше производите свое время. А вы без... Мы без вас разберемся. Когда нам это делать? Где вы работаете? Я работаю на уважаемой работе. И кто проживает в ООО 81. Кто где живет, никого не волнует. Да, ну хорошо. Да, да. Безопасность нам подоставить информацию. Без вашей безопасности. А вы, я так понимаю, на конструктивный диалог-то не настроены. Да, конечно, нет. До свидания. При этом же безопасности. Хорошо, я передам. До свидания. Не кажется. Алло, здравствуйте, Анна Александровна. Слушаю вас. Звонок поступает вам от Совкомбанка. Судебный отдел. Сверида Ваксиния Сергеевна. У вас по денежному кредиту долг перед банком в размере 224 300 рублей. Банк выставил вам требование в срок до 25 сентября. Данную задолженность закрыть в полном объеме. Нет, у меня была надежда, что хотя бы судебный отдел знает, как выставлять требования банки. И вы не знаете. Ну, все. Анна Александровна как решает вопрос с оплатой вам? Ну, буду ждать, как бы судебный отдел будет работать, а не только звонить. По факту долга банк обратился в суд. Вы ждете сюда? Да, да, да. Это я сейчас услышала уже. Я хочу. Но раз вы обратились, я хочу в принудительном порядке. Да, да. Вы работаете? Кто бы вам сказал? То есть на диалог с банком вы не готовы идти? Нет. Хорошо, ищите денежные средства. Анна Александровна банкова. В любом случае в полном объеме вернемся. Все, пошла. Не сами вернете, значит, судебные приставы. Да, пошла, искали. Дорез вашего имущества. Все, конечно. Если меня приставы не найдут, я прицю, ищу деньги. Да. В сентябре. Да, да. А пистовы найдут, Анна Александровна. Найдут. Пусти меня еще и меня тоже. Да. Все. Добрый день. Слушай. Элизавета Андреевна, здравствуйте. Не беги, не беги. Отдышись. Привет. Элизавета Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте, да. Все разговоры записываются. Меня зовут Чирилл Владислав Евгеньевич. У вас сейчас по агентскому договору, это у МПК стабильнее финансы. А на сайте Гринмании займ оформляли, договаривались на 15-е, почему не оплатили? Слушайте, вы опухлись, что ли, все? Почему не оплатили? Ну, потому что не посчитала нужным и не оплатила. Информацию к редиттору передаем. Да, передавай. Может, какие-нибудь разрешения вас уведомить. Давай. Пока. Алло. Добрый день. Да. Меня зовут Оксана Анатольевна, моя фамилия Дурбан. Подскажите, я с Элизаветой Андреевной, моя фамилия. Да. Это вы? Да. Я представляю компанию МКК Конго, ведется запись разговора, и за ногом поступает в отношении задолженности. Вы почему не рассчитываете? Почему это Конго? Ты вчера слайма была, сегодня ты с Конго уже. Охренела там, бегаешь туда-сюда. Там что в Конго? Мужики красивее. Ну почему ты так разговариваешь? Я впервые сейчас общаюсь. Да, впервые. Вы почему так разговариваете? Я спрашиваю, в Конго мужики лучше? Почему ты туда-сюда бегаешь? Почему такая непостоянная женщина, ветреная какая-то? А у вас вообще все в порядке там? Да, да. У меня даже температуры нет. Я с вами впервые сейчас разговариваю. Да я тебя знаю заочно. Кого вы знаете-то? Тебя. Кого тебя? Тебя. Мы там что, на ты переходили? Да. Ну, ждите звонка, Наталья Андреевна. Всего хорошего, а ждайте звонка. Какая ты грубиянка. Да, Леон. Здравствуйте. Компания приняла решение. Алло, здравствуйте. Да, да. Анна Анатальевна? Да. Меня зовут Анитик Алексей Витальевич, МПК «Кофинанс Кредит Плюс». Посрочка по займу 13 дней не имеется. У вас сумма к оплате 21 347 рублей 50 копеек. Скажите, пожалуйста, по какой причине оплату вовремя не совершили? У меня была важная причина. Важная причина. Анна Анатальевна, у нас сегодняшний день компания выставила требования на полное погашение до 21 00 по московскому времени. Требования будут выполнены. А если я требования не выполню, какие-то у меня будут меры приняты? Анна Анатальевна, но если вы сегодня, естественно, не оплатите, то в таком случае у вас будет информация по вашему договору будет передана в Бюро кредитных историй, что в последующем затруднит пользование кредитными продуктами. Также лояльность компании будет учрежденная. И все? Да, все, Анна Анатальевна. Также, естественно, ваш договор будет передан в отдел по работе с проблемной задолженностью. О, так бы начинали с отдела по проблемной задолженности. Это самая страшная страшилка. А то вы начали лояльность. Ну да, Анна Анатальевна, я вижу это. А вот это отдел, это все. Теперь, наверное, надо деньги искать, да? Ну, Анна Анатальевна, так оплату-то произведет. Ну, так уже 13 дней нужно было, как искать деньги. Ну, я же не знала, что есть такой отдел по работе с проблемной задолженностью, да? Все верно, Анна Анатальевна. Да ты так не вздыхай, ты за меня переживаешь, да? Там такие прям монстры работают, да? Нет, за вас я не переживаю, Анна Анатальевна. Ну, они меня как это будут наказывать? У вас, я смотрю, утро хорошо. Как они меня будут наказывать? Да нет, Анна Анатальевна, наказывать вас никто не будет. Ладно, малыш. Не получается. Я пули непробиваемая. Ну, я понял вас. Вы пули непробиваемая. Хорошо. Анна Анатальевна. Ну, все. Когда продолжать свой каламбур и далее, я отказ фиксирую. Каламбур. Каламбур. Сидайте. Алло. Да. Здравствуйте, Анна Анатальевна. Привет. Громов Роман Сергеевич. Компания Кредитэр. Мы разговариваем о долгу вашему. 16 дней неоплаты оплатить надо сегодня. В избежание возможного вынесок вам надо. Рома, ты чего так шумишь-то? Вы меня слышите, Анна Анатальевна? Да, я слышу. Никто нам свечку не исправил, мы все живые. Живые все. Давно вас не слышала. Я считаю, что вот эти разговоры помогут вам избежать ответственности. Я подумала, что вы испарились. Исчезли, так не означай. Пропали. С вами все в порядке, Анна Анатальевна? Да все со мной в порядке. Зафиксируйте все. А почему вы ведете такие разговоры? Не, а какие надо разговоры вести? Почему вам мои разговоры не нравятся? Тут надо оплатить сегодня. Всего доброго.